О себе вы не заботьтесь, что вам есть и что вам пить Конечно, надо быть на позитиве Автостоп это такая штука Стоит под дождем на заправке Здарова, братан! Доброе утро Еще такой вопрос, а правда, что испанки? Завел первую ночь на море Я отворачился и смотрел опять Отворачился и засмотрел опять Здесь скучно Сто километров до Бурселоны не доехал Да, это круто Хочешь стать знаменитым видеоблогером, но весь мир прославится Отель-пляж Круто Там надо было спать, не мужики, а пацаны говорят Эй, пацан, чувак, ты не спи, тебя обворуют Так, теперь надо купаться, плавать Леха решил меня отвезти немножко в сторонку от Гамбурга Чтоб я, б***, не вернулся обратно Чтоб не было пути обратно Мы wünсчем тебе всём хорошо, чтобы ты в Спании И потом опять же будешь на гости Стою под Ганновером на большой остановке Мой инс, нет! Мы едем вместе вместе в Спанию Чао! Прямо на ночной улице Касселя стоит диванчик Хочется быстрее доехать до Испании И может быть, Макс туда подъедет в пятницу Поэтому мне до пятницы надо успеть туда Добрый бLS! Спасибо но мы сейчас сделаем правильный настрой пускай я встречу того кого надо встретить и пускай тому научусь тому чему должен научиться или грузилась базы уже темнело поймал тачку до базы а базы посмотреть так и не удалось потому что с утра пошел дождь вот и цены здесь дорогие хостел 30 евро стоит продукты в два раза дороже и я подумал надо короче быстрее валить отсюда потому что потом дождь будет еще сильнее получится только завтра уехать один день терять не нельзя потому что в пятницу приедет макс в барселону не до пятницы надо успеть короче уехать у меня не получилось из базы ли буду пробовать с другой стороны города выехать через аэропорт пока что все-таки заехал центр посмотреть ну не зря же я сюда пилил под дождем мог ощущения такие же примерно как в германии был в засбурге но тоже похоже городовый типичные красивые немецкие города но как бы здесь скучно и наконец увидеть живых настоящих надеюсь веселых испанцев блин тут даже зонтик меньше 16 евро не стоит блин у нас как-то проще германия зашел в любой супермаркет заскочил там дождь когда за 2 евро купил зонтик китайский потом покинул вот нет здесь они такое не продают что-то дешевку они будут продавать здесь нет покупайте за 15-16 минимум вообще базу всегда хотел попасть у меня к эта книжка в детстве была там был базаль и еще кто-то какая-то картинка такая красивая интересно на обложке была но я эту книжку так и не прочитал но название там базаль и еще что-то у меня осталось голове как-то все время город манил чем-то очень хотелось увидеть специально завернул сюда такой фейс интересный а вот чувачок интересный заглядывает снизу с другой стороны тоже прикольная штука один с ножом а другой язык показывает но это на самом деле труба водосток а не язык но как бы язык показывает росписи прям на стенах тут прям вот картины прям картины такие на стенах маслом настоящая классика тут младенцы держат дубовые листики только не прикрываются ими а над собой их держит почему-то вот а тут вот охрана палматинцами голые мужики и голые бабы сверху ну это же европа да как без этого валим на автобус и убегаем отсюда а вот еще вот этого конечно надо дядьку обязательно показать он очень сильно загорелый все пофиг пофиг на базаль валим в жаркие страны валим валим побыстрее там народ хоть веселый будет не то что здесь кстати вот за спиной меня это укулеле которые я взял с собой в надежде что песенки буду писать на третий день я ее просто не доставал даже еще потому что мне тупо не до этого ой какая коза проходим фонтанчик конечно миленький все-таки городок тут смотрите трамвай у них есть улочки такие ровные изогнутые чистые довольно мило опять я не могу из базы ли уехать да но теперь есть новости у меня новый телефон потому что старый сломался мне пришлось бежать в магазин и покупать но я часа два или три потратил чтобы все заново на него инсталлировать короче стою опять ни фига уже который час первый раз буду спать на открытом воздухе доброе утро вот в таком уютном местечке я ночевал сегодня ночью в дворе отеля меня пустили под крышей теперь едем в сторону леона все еще на севере франции а да спальный мешок я уже сложил смотрите какой замок на горе это так классно прямо с колес вверх это южная франция подъезжаем к бережью все тихо провел первую ночь на море вечер на вечер убрался до пляжа море очень теплая очень нежная вода приятно купаться а вот так я спал на пляже люди короче меня занесло в жерону вот она красавица жеронова вот она какая ой как было тяжело сюда доехать я здесь случайно оказался незапланированная такая красота вообще хожу один по заброшенному пустынному замку ночью что за дела вообще никого я один так прикольно я в таком восторге просто никого это вершина горы замок заброшенный в героне обалдеть все открыто вот такая жерона красавица а я сейчас поеду с Максом встречаться на комплектуации вот в Барселоне вы никогда не видели автостопщика у себя в городе ну хоть кто-то ну остановитесь пожалуйста еду вдоль моря электрички кайф где-то через полчаса буду на кемпинг-плаце где мы с Максом договорились встретиться потому что я вчера в Барселону не успел а Макс вчера прилетел вечером в Барселону не нашел там ночевку короче Макс как всегда будет телефон у него где-то непонятно где пока он на звонок ответит три часа ждать короче бассейн с детьми ой ой Макс ты че в Испании делаешь а? нифига себе какая встреча здарова братан нифигеть красота а правда что испанки короче они многие испанки купаются без лифчика и загорают тоже без лифчика Леша я наверно просто тебя не отвечал такое классное качество у местных женщин на пляже да совсем по-другому не так как в Германии по-другому можешь поговорить ни о чем поржать улыбаться 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 да улыбаться мне сказали вчера я спал на скамейке мне сказали ммм ва помески кому-то украсить и не нужно вода так же горячая как испанки дегустировали самгрю ну и теперь никто уснуть не может травкой пахнет кто-то курит нюхаешь травку? не у меня она заложена да что-то есть я чувствую да я теперь тоже чувствую вот нам в этой палатке с соседней наверное